Доброго вам праздничного утра! Я, Юлия Север, вновь воскликну. Самара, подъем и с наступающим Новым Годом! Предлагаю этот день встретить вместе. От нас много полезной информации и заряд новогоднего настроения. От вас ваше внимание. Если такой расклад устраивает, то начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня официально рабочий день, но уверена, что во многих организациях он будет сокращенный и более-менее расслабленный. Так что собирайтесь, наряжайтесь, бегом на работу, а потом уже готовьтесь к Новому Году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый Год. У нас этот праздник стойко ассоциируется с 1 января, пушистой красавицей Ёлкой, Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Сложно даже представить, что когда-то Новый Год праздновался совершенно по-иному, а большинство новогодних атрибутов появились относительно недавно. История Нового Года в России очень интересна. Для начала разберемся с датой Нового Года. Язычники, например, считали, что Новый Год начинается в дни весеннего равноденствия. Но вот на смену этой древней вере пришло христианство. Была совершена попытка навести порядок в календаре. Но все равно Новый Год упорно праздновали весной. Только уже 1 марта, с началом первого весеннего месяца. В 14 веке рубеж между годами перенесся на 1 сентября. И так праздновали Новый Год почти 200 лет. Этот праздник совпадал с Семеновым днем, когда традиционно собирали оброк, вершили суд. После праздничной службы проходили государственные награждения и раздача милостеней боярами. А потом начинался пир. В царских палатах ломились столы. И это не преувеличение. Поражает перечень блюд, которые должны были присутствовать на столе. А главное среди них – жареный лебедь. С приходом к царствованию Петра I история Нового Года в России получила новый виток. Царь выдал указ о введении летоисчисления от Рождества Христова. А Новый Год предписывалось праздновать подобно другим христианским народам – 1 января. Новшества царя были сохранены и после его смерти. К ним добавились еще баллы маскарады, главной интригой которого было избежать узнавания до конца вечера. Существует несколько версий о появлении традиции ставить елку. Однозначно только одно, что пришла она от немцев. Ставили ее на канун Рождества исключительно для детей и наряжали игрушками, фонариками, фруктами, орехами и конфетами. Как только утром дети находили под ней подарки, она быстро убиралась. В 40-х годах 19-го столетия лесную гостью ставили в каждом доме. К сожалению, как показывает история, празднование Нового Года в России имело иногда и мрачные периоды. В 1914 году из-за войны с Германией о ярких традициях, взятых у этой страны, пришлось забыть. Ставить елки дома перестали. Дальнейшие события русской истории также отрицательно повлияли на празднование Нового Года. В сущности, он был запрещен в 1917 году после установления власти большевиков, которая видела в нем отголоски религии. Жизнь детей и взрослых без праздника стала мрачной и скучной. И только в 30-е годы 20-го века праздник был возрожден. Вновь наряженные елки, праздничные представления в детских садах, ожидания детьми подарков и другие традиции, связанные с этим праздником, вдохнули новую жизнь в нравы и обычаи русских людей. Дождь, гололед, снегопад, оттепель. Какую погоду этой зимой мы только не видали. Но новогодняя ночь, она же волшебная, и погода должна соответствовать. Что ожидать от небесной канцелярии? Давайте узнаем. Спонсор прогноза погоды – аптека.ру Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В последний день 2015-го в Самарской области будет облачно и пасмурно, без осадков. Еще чуть похолодает. Температура воздуха в дневное время минус 15, минус 17 градусов, ночью 14-16, ниже нуля. В Сызрани облачно, днем 15 градусов, с минусом ночью 14, ниже нуля. Ветер северо-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем минус 16 градусов, ночью минус 15 и снежок. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 16 градусов, новогодней ночью также 16 мороза. Ветер северо-восточного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр, тотного столба. Влажность воздуха 76 процентов. Геомагнитное поле возмущенное. Умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом Kismeteo.ru Доброе утро! Новый год наступает. Очень интересно, каким он будет. Чтобы не гадать, предлагаю обратиться к нашей рубрике шепот тающих звезд. Овны в 2016 году должны быть очень экономными. В любви все будет гармонично. Гороскоп на 2016 год пророчит тельцам достижения больших высот, а также произойдут приятные перемены как в личной жизни, так и в профессиональной. Близнецов в 2016 году ожидает абсолютный успех в карьере, в семье, в вопросах здоровья. Спокойствие и монотонность. Вот два основополагающих состояния рака в 2016 году, по мнению гороскопа. Наступающий год для львов – это самое лучшее время для брака и рождения потомства. Дев год обезьяны порадует карьерными высотами и встречей с любимыми. Весам следует запастись терпением и выдержкой, ведь для достижения цели необходимо затратить немного времени и сил. У скорпионов все будет складываться хорошо. Единственный совет – следует внимательнее относиться к подсказкам своей интуиции. Для стрельцов 2016 год станет лучшим временем для налаживания семейных отношений. Козероги. Год благоприятен для исполнения желаний. Можно смело строить самые грандиозные планы. Для водолея 2016 год – период застоя, но ничего страшного. Уделите внимание семье и здоровью. Для рыб 2016 год осуществит все запланированное в прошлом году. Каждый в новогоднюю ночь хочет выглядеть красиво. Но, как известно, красота требует не жертв, а постоянства. Поэтому нужно было давно взять за правило делать по утрам зарядку. Тогда любой наряд на вашей фигуре смотрелся бы отлично. Но начать никогда не поздно. Привыкайте делать зарядку по утрам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Синтер-Клаус! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Мы будем какие-то новые технологии применять для этого? Да, мы будем применять новые технологии. Это как молекулярная кухня. Сейчас я все вам покажу и расскажу. То есть у нас будет модное блюдо? У нас будет модное новогоднее блюдо. Отлично. С чего начнем? Ну, начнем сначала мы с сифона и зальем туда малину. Какая это малина? Рассказывай, что ты делал с ней? Малину я пробивал в блендере, потом протирал. А есть сахар? Да, я добавил сахар, чтобы она была более сладкая. Засыпаем, заливаем. Что это за устройство такое? Это сифон для газации. Есть еще другой сифон, делается в нем содовое, перегазированные любые напитки. Что это за такие гильзы? Что там будет? Это газ, да. Мы сейчас начнем обогащать кислородом наш продукт. Сейчас мы закроем. И он приобретет какую-то консистенцию? Да, у нас есть с газами, и при выпуске будет пышно, как мусс. Так. Это же можно где-то, допустим, приобрести и использовать в домашних условиях? Да. Не так страшно это выделить, наверное? Это можно делать в домашних условиях, приобретая сифон и газовые баллоны. Ну, лучше прийти покушать, когда готовят профессионал. Вот там какая-то реакция пошла уже. Что делаем сейчас? Сейчас мы впустили один баллон и следом впускаем второй. То есть совсем будет обогащено. Дальше мы продолжим уже с декорной тарелки, пока у нас малиновый мусс стоит в стороне и обогащается. Итак, с чего начнем мы наш декор? Декор мы начнем с земли из петрушки. Мамочки, земля из петрушки звучит очень как-то вообще невероятно. Что это? Ну, мы... Да, конечно. Ну, пахнет зеленью. Какой-то такой еще маслечком каким-то пахнет. Ну, там масла совсем нету ни грамма. Ух ты! А что тогда там в составе? В состав здесь идет сам сок, сливки, яйцо, мука и просто уже в кухне быстрое запекание. С ума сойти! Так, что, тарелку? Да, берем тарелку, берем ложечку и берем так вот на тарелочку. Три таких вот зеленых сугроба. Зеленых сугроба, да. Хоть и за окном у нас белый снег, но на тарелке у нас будет зеленый сугроб. Отлично. Что дальше мы делаем? Дальше мы берем уже гель из тыквы. Гель из тыквы? Да. Мы его сделали при помощи текстур. Сначала мы тыкву проварили, пробили, протерли и потом добавили текстуры. И получилось у нас... Мы будем что-то писать. Мы сейчас будем делать оранжевых снеговиков. Чудесно. Таких небольших. Оранжевая мама, оранжевая папа. Оранжевая я. Там никакого желатина, то есть ничего не добавлено? Здесь нет никакого желатина, только сахар, тыква и текстура. Дальше мы уже можем взять малину. Еще раз мы ее сейчас стихнем и уже будем пробовать, выдавливать на тарелку. Мы берем наш сифон? Да, мы берем наш сифон, встряхиваем. Сейчас будет большое розовое чудо, давай. Большое розовое чудо, но перед этим я вам предложу все-таки... Поучаствовать в моем процессе, взять свекольные вот эти слайсы, оторвать пару салфеточек и для этого я вам дам еще пинцет. Что я должна кого-то тут разделывать? Боже мой, это какая-то вообще хирургическая принадлежность. Вот, и берем слайс и его обмакиваем на салфеточки. На самом деле это очень сложное задание, Алексей, из розовой жидкости. Достать розовую вот такую штуку. Берем мы сейчас огурцы, тоже еще один маринованный, наши слайсы. Пинцет, конечно, нам нужен. Да, шеф, берите шеф. Вот, возьмем полотенце. Вот, и сейчас мы их достанем тоже. А они в каком-то физрастворе, шеф? Они просто в сиропе. Огурцы в сиропе. Для меня просто сегодня новые открываются какие-то горизонты кулинарные. То есть они сладенькие? Они сладенькие. Ой, мамочки, мир перевернулся серьезно. Будущее за новым технологиям держите. Вот у нас тут лежат, отдыхают огурчики. Здесь же у нас, напомню, лежат кусочки, кружочки очень тоненькие. Свеклы. Огурцы, свекла, сугробы из петрушки, земли петрушки, желе или гель из тыквы. Что дальше? Какие еще будут тут необычайные вкусы? Ну, дальше мы начнем уже выдавливать малиновый мусс наш. Пришло время. Пришло время, его уже пора, я думаю, ему собраться. Ну, как, может быть, бабахнет так на тарелке все потом у нас так. Ну, все по-новогоднему, да? По-новогоднему, как фейерверк прям красочный. А то уже все дождались. Теперь мы берем пену из черноплодной рябины. Я повторю, друзья, у нас тут, если что, еще огурцы и свекла. И пену из черноплодной рябины. Как ты делал пену из черноплодной рябины? При помощи сока и лицетина. Лицетина. Да. Это все съедобное, это биологически активное добавка. Ну, не знаю, вот так вот я решила сделать. Красиво. Красота. Талант. Перерожденный талант. Конечно. Мы берем теперь наши жареные веточки. Жареные веточки. Вот. Мы сделали кляр, пожарить по фрикюре. А что там за веточки? Веточки петрушки. Мы их обжарили до такого. И уголечки. Ну, это не уголечки, это веточки леса. У нас там что-то еще лежит? У нас, да, есть еще эти чудесные чипсы, карамелизованные из корня петрушки. Ну, практически готово, да? Практически готово. Остался лишь малый штрих этой композиции. Мы добавим немного еще зеленой краски. То есть, все-таки, это, наконец-таки, настоящая петрушка. Ни жареная, никакая, да? Да, это настоящая уже петрушка. Кучерявая, так называемая. Кудрявая, да. Похоже на рождественский венок такой вот. Если так, если веточки будет сплести в одну. У кого? Какая фантазия. Естественно. Друзья, ну, такой вот у нас получился винегрет, на самом деле. Очень, надеюсь, вкусный. Будем пробовать. Обязательно поделимся своими впечатлениями. Ну, что? У нас получилось что-то очень красивое. Для меня непонятное, потому что здесь огурец, здесь тыква, здесь свекла, здесь земля из петрушки, здесь ветки петрушки, пожаренные в кляре. И вы не поверите, чипсы из корня петрушки. В общем, такой вот диетический новогодний салат. Или это десерт? Это десерт. Потому что здесь у нас мусс из малины и пена из рябины. Из рябины. И еще у нас есть гели с тыквы. Это, так скажем, маленькие снеговички. Ну, приятного аппетита. Самара, подъем. Уверена, что уже с утра вы продумываете маршрут своего праздника. Куда отправиться после 12, как доехать до гостей. Знайте, в новогоднюю ночь городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Некоторые маршруты будут работать до двух ночи, некоторые до четырех. Уточняйте информацию на официальном сайте администрации Самары. Также обращаем внимание, что в связи с проведением на площади Куйбышева новогодних мероприятий с 13.00 31 декабря до 8.00 1 января будет временно ограничено движение транспорта по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской и по улице Шестаковича от Чапаевской до Фрунзе. Доброе утро. Чтобы год наступающий был удачным, нужно с достоинством проводить 2015-й. Поэтому пусть сегодняшний день будет радостным. И начать его рекомендую, как всегда, с улыбки. Доброе утро. Доброе утро. О, это я гелатина! Я ни разу, как я гелатина... О, я помню. Но это не может быть на нём! О, я гелатина! Ааааа! Аааааа! Винч***о... Агл. Какое? О, как это? О, как это? О, как это? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok